здравствуйте уважаемые коллеги и просто зрители сегодня мы сдаем следующий очередной наш объект это банная печь банная печку тузова по мотивам иван сергеевича курина значит печка вот 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 такого вот вида значит сейчас мы будем пробовать разжигать ну уже мы положили туда дровишек дровишек положили и бумажку подожди осталось только поджечь значит делаем вот так тяга уже дует поджигаем сейчас сейчас разгорится вот процесс пошел разгорание значит печь все закрываем пусть разгорается печка банная оборудована ложем которые изобрели иван и сергей курины курины правильная фамилия это московские печники члены московской гильдии печников авторы банных печей запатентованных четырех странах мира значит здесь эта печка выполнена по мотивам их печей но доработанная улучшенная и немножко видоизмененная значит это печь имеет симметричную топку симметричную топку которая омывает ложа из хрома надевого чугуна то есть это авторская разработка как раз вот ивана курина сейчас он будет видно можно заглянуть вот так она топится интересно дудит гул слышно надеюсь за значит ложа омывается огнем огонь рассекается на две стороны уходит по боковым каналам подвертки то есть печка прогревается будет прогреваться от верхнего ряда до нижнего ряда до 2 ряда от пола то есть температуры будут одинаково во всем сечении значит подача воздуха в парное отделение будет осуществляться через вот эту щель между стенкой и печкой здесь эта часть заложится забор воздуха будет внизу 25 сантиметров вот до этого карниза отсюда все законопатится значит ну и заделается потом последующей облицовкой а выход выход конвективные конвективного воздуха с этой щели будет осуществляться в парилку то есть подача свежего воздуха подогретого в конвективном канале будет выдаваться в парное помещение воздух всегда будет свежий чистый значит разогрев разогрев стенок предполагается равномерных градусов до 70 до 80 за 2 за два с половиной три часа топки теплоемкость печи расчеты значит три с половиной часа топки на 36 48 часов сохранения тепла значит закладка камней сюда будет осуществляла в количестве 120 140 килограмм камней входит в это ложе каменка в отличие от моделей куриных ивана и сергея значит от у них открытые каменки практикуются то есть это ложе она является такой открытой ванной и в его накладываются камни они там немножко не догреваются до высоких температур в наших печках в наших печках каменки мы делаем закрытые чтобы камни не остывали и догревались до более высоких температур чтобы получить мелкодисперсный быстро испаряемый пар значит которые ну легкий приятный на ощупь значит инфракрасное излучение инфракрасное излучение от печки от печки будет покрывать весь объем парного отделения весь объем парного отделения полок который будет находиться рядом с печкой то есть лежа на полке мы будем купаться лучевой энергии источаем и печкой сейчас мы пройдем туда посмотрим как там выглядит камень красоты для красоты для оформления фасада в комнате отдыха врезали вот такое панно здесь значит отбрашировали кирпич под деревянную текстуру под деревянную текстуру то есть текстура дерева вот здесь ее видно то есть деревянная текстура текстура дерева значит кирпич темный шоколад кирово-чепецкий чтобы это все красиво смотрелось то есть врезали в карнизы то есть как бы свет свет значит здесь свет четыре две десятых тысяч кельвина теплый теплый белый значит внизу для освещения рабочей зоны врезали свет шесть с половиной тысяч шесть половиной тысяч кельвинов дверка начала дверь дверка вам начала минерализоваться запахло краской горелой вот так горит дверка кристаллизуется смотрите от дверки дым идет краска краска на дверке минерализуется дверках гефест везувий значит покрыта краской заводской которая проходит стадию минерализации при температуре 220-250 градусов то есть краска набирает прочность и в результате она вот видите начала дымить то есть происходит процесс пригорания краски набирает прочность но это неизбежно то есть все дверки так себя ведут и первой растопки значит колонны вырезаны тоже из кирово-чепецкого кирпича цвет темный шоколад значит нависающая часть карниза нависающаяся из карниза чтобы она не болталась то есть заправлена в клинышек то есть перевязка в клинышек очень надежная крепкая потому что на ней нагружена дальнейшая полка сюда можно ставить там какие-нибудь ну погремушки игрушки то есть средства для розжига там может вазочка что-то еще то есть его необходимо для растопки значит печка имеет 7 прочистных дверок 7 2 вот здесь внизу да мы видим 2 это каналы которые додоль печи остальные прочистки со стороны парного отделения то есть как бы весь периметр печи весь периметр печи организован по всему периметру печи организовано движение дымовых газов то есть система ну скажем так колпаковая с рассечками для увеличения теплоемкости то есть каждый колпак рассечен такими перегородками чтобы были газовые камеры то есть где сохраняется теплый воздух значит ванна ванна предположительно должна нагреваться при такой топки в которой будет камни ну да красна то есть температура 550 600 градусов то есть как бы до красного свечения хромонадио чугуна значит него чугун который они разработали то есть рецепт держат в секрете но температура окали на образование начинается 650 градусов то есть его можно разогреть до яркого желтого свечения и это будет безопасно для здоровья то есть они долго бились над составом чугуна около 15 лет и вот наконец пришли теперь мы с ними находимся в дружеских отношениях и они нам свои ванны предоставляют то есть мы на базе их делаем вот такие интересные печи ну вот мы наконец-то перебрались парильное отделение с фасадом да то есть здесь будет парилка там где я стою здесь будет полок лежачий на уровне каменки то есть вот на этой высоте полок чтобы можно было лежать на уровне выхода пара значит здесь будет повешен бак под горячую воду на 120 литров здесь будет крантик чтобы можно было поставить шайку и заваривать веники ну с удобством то есть как бы сидишь на полке веник заварил и вот каменка в печи вот под этой аркой внутри в нише находится ложе ложе изобретенный ван сергеичем куриным московская гильдия печников из хрома надела чугуна значит ну к сожалению сейчас не видно ох 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 температура такая что дверка тоже начала уже обгорать и дымить вот это вот дверка которая прикрывает каменку на мой взгляд температура воздуха в каменке ну градусов около 400 сейчас значит каменка закрытая каменка закрытая поэтому камни остывать не будут то есть они будут нагреваться до высоких температур для получения мелкодисперсного легкого чистого пара то есть печка печка по конструктиву постоянного действия постоянного действия то есть когда мы принимаем банные процедуры мы можем спокойно ее топить если как-то чувствуем температурный недостаток то есть можно просто подкинуть три полена то есть четыре ну чтобы подогреть то есть вы камни да то есть дальше в каменку будет вставлено устройство типа пара гри пара перегревателя руссауны да то есть как бы эта трубка с орошением камней внутри чаши и зонтик сверху чтобы парк не сразу выходил а под зонтиком и потом фильтровался через камни и уже перегретый температурой 250 300 градусов выходил сюда в парильное отделение то есть здесь это тоже будет воплощено для комфорта пребывания в парильном отделении с этой стороны оборудовали также карниз светом до поставили сюда холодный дневной свет с температурой накала 6 с половиной тысяч кельвинов освещённость этой ленточки с одного метра 800 люм на квадратный метр значит а внутри внутри вот каменка видите она спрятана вся в нише у нас вся в нише спрятана то есть она находится внутри печи остывать не будет здесь мы тоже оборудовали ее светом для того чтобы когда мы здесь находимся у нас всегда свет за нашей спиной да то есть мы не видим дверку то есть и не видим куда нам надо поливать воду в нашем данном случае мы очень это хорошо видим где у нас дверка и куда надо поддавать куда поливать то есть как бы все это очень хорошо видно то есть это создает дополнительный комфорт вот когда мы находимся здесь на полке допустим то вот все удобно расположена и все видно где что открывать где за что браться то есть что создает дополнительную комфортную среду пребывания в парилке освещение парильное отделение обшивка и все остальное это будет все обдираться то есть баня будет немножко переделываться под эту печку и соответственно будет меняться обшивка меняться будет планировка освещение освещение я надеюсь что мы продолжим здесь сотрудничество заказчиками по доведению бани до кондиции до кондиции это то есть утепление вентиляция под обшивочная вентиляция и подпольная вентиляция потому что за время от сооружения этой бани нижние венцы уже начали гнить то есть как бы нужно предпринимать меры по избавлению от этих явлений значит для этого нужно обеспечить подпольную вентиляцию то есть печка с этим вполне справится то есть эта печка которая здесь задумана справиться с задачами вентиляции подпольного пространства под обшивочной вентиляции чтобы обшивка не плеснила не гнила и соответственно создание комфортной среды в парильном и в моечном отделении значит печка нагружена чем воздуховодами воздуховодами когда мы топим печку воздуховоды из-под пола в них создается тяга и из-под пола забирается воздух и используется для горения значит другая часть воздуха удаляется ну который вот из под пола вместе с горением удаляется в трубу другая часть воздуха выходит вот из этого конвективного щелевого канала значит между печкой и стенкой здесь оставлен канал размером полтора-два сантиметра чтобы создать хороший быстрый конвективный поток поток то есть забор воздуха будет осуществляться с комнаты отдыха выходить будет вот здесь также вот еще есть вот у нас выход воздуха теплого вот с этого со щелевого канала он здесь вот под потолком шириной 6 сантиметров высотой 25 сантиметров я говорил уже раньше что забор воздуха снизу 25 сантиметров от пола щелевой канал за печкой находится в комнате отдыха значит оттуда он будет забираться здесь он будет подниматься здесь он будет выходить в парильное отделение потому что здесь станет потом потом обошьется все это все законопатиться выход будет только оттуда идти значит под обшивочная вентиляция будет включать комплекс каналов каналов под обшивкой которые будут уходить в подпольное пространство то есть теплый воздух нагреваясь в парилке будет поступать в щели между обшивкой да то есть облицовкой и остывая от наружных стенок опускаться вниз уходить под пол из под пола он будет высасываться выкачиваться печкой пока то топится значит если это не топится то она все равно горячая внутри и воздуховоды то есть имея разность температур будут все равно создавать тягу внутри воздуховода будет создаваться тяга и воздух будет все равно прокачиваться даже при отсутствии горения в печи за счет того что она теплая ну конечно когда она станет температурой с окружающей средой если неделю допустим и пользовались то процессы движения воздуха они само собой прекратятся сами потому что не будет разности температур да не будет разности давлений между там и там температуры будут одинаковые а когда мы затопили печку процессы сами собой запустились без всяких вентиляторов без электричества без света то есть и все это будет работать безусловно порядке вот вот такая вот получилось в парильном отделении печка надеюсь когда мы сделаем здесь отделку нам удастся еще смонтировать небольшой может быть и большой ролик или даже целое кино по системе утепления значит парильных отделений по системе утепления моечных отделений это разная система утепления то есть с разными порогами с разными материалами ну а в этом следующий раз оставайтесь с нами будет интересно и александр кутузов компания печный мир